Итак, давайте рассмотрим, что мы можем делать с вами, как информационные предприниматели, каждый день, просто для того, чтобы бесплатно получать трафик на наши предложения с кликбанка, который мы выберем, или любые другие, из любой другой биржи. Смотрите, пример. Вот это мой знакомый, хороший, Тим Вердова, уже достаточно опытный информационный предприниматель, англоязычный он, и у него там куча уже всяких друзей и так далее. Как эта вся схема работает? Для начала он собирает друзей. Давайте посмотрим его страничку. Вот его страничка. Видите, у нас 121 совместный друг, то есть у него их гораздо больше, я думаю, что где-то несколько тысяч, как минимум, у него этих друзей есть. И как работает эта система? Он постит на своей странице. Во-первых, видите, Create Your Success, видите, он сразу же дает информацию, видео, свое лицо, он дает информацию на свой сайт, то есть это серьезная профессиональная работа. Здесь он показывает свои фотки, что он запускал товары, вот его информация по JVZoo, ну то есть это очень семья, то есть такой хороший, постоянный источник информации для людей, которые увидят его объявление. Теперь что он делает? Он дает просто вот такое объявление. I got instantly good free automated traffic method for any niche. Who's interested? То есть кто заинтересован в том, чтобы получить бесплатный трафик для любой ниши? Конечно, все заинтересованы, это же бесплатный трафик. И он не дает сюда ссылку сразу же, потому что если вы будете давать в своих постах ссылки, Facebook где-то процентов 90 их не показывает. То есть он просто, ваши друзья их просто не увидят. Поэтому люди придумали вот такой обходной маневр, когда они дают просто красивый, простой фон, пишут информацию, и те, кому это интересно, они пишут заинтересованы. Фактически это готовые клиенты. Значит, что мы можем делать с этим делом? Вверх мы эту схему можем повторить, да? Абсолютно, абсолютно спокойно. Ну, я иногда просматриваю, как бы, человека, который нажал, что да, да, покажите мне, иногда нет. Но сегодня сейчас не будем тратить на это время. То есть первое, что надо сделать, вы понимаете, что этим людям интересен информационный бизнес, да? Соответственно, просто подведя вот сюда ссылочку, высветится его, соответственно, статус, и вы увидите, он у вас в друзьях или нет. Если этот человек у вас еще не в друзьях, его надо добавлять в друзья. Это один из вариантов, один из методов, как вы можете, грубо говоря, получать информацию, получать в свои друзья тех людей, которые заинтересованы в каких-либо информационных коммерческих предложениях. И дальше, да, дальше вы можете просмотреть просто его страничку, он тут дает много информации, ту-ту-ту, I need this, видите? Раз ты не хочешь, хочешь эту информацию получить, соответственно, ты в этом заинтересован. Это все как раз конкретный метод, как это все работает, если мы говорим о бесплатном трафике. Итак, мы не делая никакой избирательной работы, сразу же просто просмотрев страницу одного из опытных уже информационных предпринимателей, просто увидев тех людей, которые заинтересованы в каком-то товаре, который он рекламирует, в любом, потому что он рекламирует только это, только то, с чего он получает комиссию. Вы можете сами написать, тут окей, да, я тоже заинтересован, а вам пришлют ссылку. Ну, Тим, чувак просто гениальный, конечно. Он очень-очень опытный уже человек. Вот так, то есть он создает, видите, вот он показывает, что он заработал, я в этой сети когда-то тоже состоял, там не так все просто, как он пишет, но тем не менее. Итак, мы добавили друзей. Дальше, нам просто нужно сделать такое же предложение для себя, то есть у меня, например, на странице, на моей странице, да, давайте отдельно ее посмотрим. У вас будет своя страничка, вот, я тоже пишу, что это пассивный доход, свобода там и так далее, да, и у меня здесь есть уже логотип моего бизнеса, бизнес стартодес, да, я в основном рекламирую товары с этого бизнеса, хотя это не обязательно. Также у меня есть информация о моем блоге, о сайте бизнеса, о инстаграме, то есть здесь есть фотки, что я там рекламировал, отзывы людей, с кем я дружу и так далее. Это тот же вариант, что и у Тима, да. Значит, вам, в принципе, надо делать то же самое. То есть мы берем просто какое-то предложение с кликбанка, которое нам может быть интересно, да. Сейчас я что-нибудь подумаю, подберу. Да, теперь как это все упаковывать в картинки. То есть нам нужно просто создать картинку, которую мы запустим своим друзьям. В своем просто вот здесь, прямо вот тут в своем, грубо говоря, ну, на своей таймлайн, то что называется, да. Нам просто нужно создать вот такую картинку. Значит, у меня для этого, он это, скорее всего, делал с телефона, потому что вот это вот есть специальное приложение на телефоне. Там просто набираешь, клацаешь, оно туда красивенько это все вставляет. Но я не люблю с телефона, телефон не всегда удобен. Поэтому давайте сделаем это с помощью Usain. Usain это такая программка, их несколько есть. Вот у меня, видите, здесь для программ сделана выборка Usain, Canva. Canva очень тоже популярна в этом плане. То есть на Canva вы просто выбираете формат, который вам интересен, да, куда вы хотите что вставлять там. Здесь опять же надо как-то зарегистрироваться один раз. Ну, Canva очень красиво просто позволяет делать. И она бесплатная. То есть, что хорошо, я могу зарегистрироваться, могу войти через Facebook. Давайте попробуем, как она нас запустит через Facebook. Canva, подтверждаем. Подтверждаем. Срабатывает в 100% случаев это все. И так далее. И здесь, видите, у нас есть вот фон для Facebook, запись в Facebook. Вот идеальный вариант, который нам подойдет. Запись в Facebook. То есть она изначально имеет тот формат, да, который нам нужен. И выбираем как бы то, что нам может быть интересно. Ну, нам нужно вот что-то такое, простенький какой-то фон. Та-та-та, природа. Тут картинки все эти можно менять. Но смысл в том, что здесь нет никаких излишеств. Да, то есть вы просто пишете то, что вам, то, что вы хотите прорекламировать. То есть если Team, например, в этом случае рекламировал трафик, видите, бесплатный. Вообще трафик это один из самых популярных как бы методов. Сейчас я на кликбанке что-нибудь нам найду. Параллельно. Трафик нужен всем. Если вы занимаетесь бизнесом онлайн, то вам по-любому нужен трафик на ваши посты и так далее. То есть вот здесь мы просто меняем текст. Попробуем сейчас по аналогии с Team сделать это. Ну, у меня немножко подвисает, судя по всему, эта программка. Компьютер просто. То есть то, кому нужен бесплатный. И знак вопроса. Это у нас первый такой вариант. Здесь можно сделать типа TypeInfo или что-то в этом роде. То есть просто набираем информацию. Здесь это не обязательно. Но что-то можно такое мотивационное записать. Let's make money online. Кстати, неплохой вариант. И просто рекламировать здесь сразу же свой сайт. Потому что человек лишний раз увидит. Можно сделать это ненавязчиво. Грубо говоря, мелким шрифтом и так далее. Так, здесь у нас картинки, фоны есть разные там и так далее. Есть чем мне нравится. Useign там немножко все это попроще. Давайте попробуем какой-нибудь вот такой фончик. Или вот такой фончик. Или вот такой фончик. Вот у него был такой фончик, да. Ну, тогда, соответственно, у нас должны быть... Надо удалить тогда эту картинку. Вот так. И выбираем просто фон. О, сыр! Сыр в мышеловке. Ну, это такой намек на то, что я использую вашу информацию. Поэтому сыр. Но это рискованный вариант, конечно. Что могут понять, ну, логику пока, что я просто показываю. То есть, кому нужен бесплатный трафик. Теперь смотрите. Если нам нужна, например, информация по трафику, то мы на Кликбанке можем, собственно, просто дать поисковый запрос по трафику. Сейчас, секундочку. Зайду на Кликбанк свой, найду. Так. Пишут иногда вот так. Ask me how, например. Узнаете как. Спросите меня как. То есть, вот по-разному здесь можно это все оформлять. Ask me how. Type info. Например, app info. Окей. Все. Этого достаточно. Просто выделяем, грубо говоря, красным. Или каким-то таким. Здесь вариантом. То есть, оно должно просто бросаться в глаза. То есть, кому нужен трафик. Так, сейчас, секундочку. Что-то не могу выйти на Кликбанк. Перегрузиться. Какой слабый интернет сегодня. Так, вот наш Кликбанк. Окей. Значит, смотрите. Здесь все очень просто до безобразия. Набираем трафик. И смотрим, что есть вообще. Смотрите, вот. Автоматический трафик. Brand new hot traffic product. Earn monthly commissions. Plus earn three levels. Two. И самое главное. Average sale. Видите? 173. Есть одна такая проблемка здесь. То, что у них gravity нулевая. Не знаю, чем это связано. То есть, почему-то нулевая gravity. Это как бы самый худший вариант. Который может быть, что у вас нулевая gravity. Поэтому давайте попробуем найти по gravity. Gravity это популярность этого товара. Вот. Опять. CP University. Granted to Tata. Traffic. AppCoin. Ну, вот это, например, я знаю. Это предложение AppCoin. У него хорошая gravity. 93 gravity. То есть, вот смотрите. Мы нашли наше с вами предложение, которое мы будем рекламировать. Окей? AppCoin. Get paid to test applications. Непонятно, как это связано с трафиком. Давайте попробуем найти что-то попроще. Free Traffic. Здесь проблема в том, что эта штука должна быть в названии товара. А это крайне редко бывает. Viral Cash App. Hot Bits of Free Viral Traffic Hook. Вот. Это может подойти. Смотрите. Gravity 70. Более чем достаточно. Здесь написано Viral Cash App. 75% комиссии. Hot Upsells. И здесь ход. New Bits of Free Viral Traffic Hook. Make up to per sale. High Converting Order. Form Bumps. И так далее. Значит, давайте посмотрим, как они описывают этот товар. То есть, нам нужна информация о трафике. Вот Viral Cash. Здесь мы регистрируем. Это для нас. Это им не надо показывать. Это для нас. Здесь видно, что хороший туннель. Хороший туннель продаж. Прекрасно. То есть, первое предложение. 47 долларов. Дальше идет Upsell. То есть, дополнительное предложение. 149 долларов. Если человек отказывается от 149, они их раскидывают как-то на 24 бакса со скидкой. Еще 9 со скидкой. Потом третий Upsell. 97. Четвертый. В общем, и только после четвертого Upsell нам разрезают. То есть, есть все письма. И вот здесь вот. Вот это уже Click, Copy, Paste. Это уже информация, которую мы можем использовать. Up. Go viral with the software that gets paid. Вот это может быть интересно. То есть, например, нам нужны какие-то для нашего поста с вами. Какие-то интересные информационные вот эти штуки. Это можно повыше разместить. Это можно повыше. Это можно сделать так. И пониже. И можно сделать, например, 32. 32. Окей. Это, в принципе, нужно не афишировать. Все. Дальше. Что мы делаем? Вот мы сделали такую картинку, да? Поделиться. По-моему, они даже как-то с Facebook связаны. Это электронные адреса. Нет, не дает на Facebook люди. Общая ссылка. Ссылка. Докатирование. Они нам даже дают ссылку. То есть, по идее, это будет уже сразу вам показано. Ну, нехорошо показывается эта ссылка. Поэтому сделаем по-своему. Дальше нам нужна просто ссылка. Два варианта. Мы можем скачать этот дизайн. Вот. Ставьте дизайн на абстременте. Поддерживаться подробнее. Публикуйте дизайн. Ага. И вот такая штука есть. Ну-ка попробуем. Вот это. Нам нужна какая-то ссылка, которая будет хорошо читаться здесь. Та же история. Не нравится мне это дело. Значит, я сделаю просто скриншот. Ну, по идее, что мы должны сделать? Мы должны эту штуку скачать, да, и потом вставить ее. То есть, просто закачать. Опубликовано здесь. Скачать ее отсюда. Это я сделаю проще немножко. Вот так сразу. Копируем. И назад. Так, это надо убрать. Еще лучше обновить. То есть, нет ничего сложного. Мы просто ежедневно добавляем друзей, как я рассказывал в предыдущем своем видео. Вот эта ссылка должна прочитаться. Да. Вот так это будет выглядеть. Собственно, это все. То есть, все, что мне нужно сделать. Ask me how to pay for who needs free traffic. Go a while with the software that gets you paid. Класс. И трафик дают, и программу, которая платит за трафик, которую они вам еще и дают, и так далее. Теперь смотрите. В чем разница? Вот я опубликовал, например, вот эту ссылку. Я мог это сделать так. Я мог, грубо говоря, просто поделиться, ну, закачать, скачать отсюда дизайн, потом закачать его, ну, JPEG какой-то, закачать его сюда, как добавить фото и видео. Те же яйца, грубо говоря, да. То есть, я просто вот так могу это сделать. У меня вставится точно та же картинка. Я сразу же сделал это через прямую вставку. Теперь смотрите. Все друзья, которых у меня тут уже достаточное количество, больше тысячи человек, увидят вот эту штуку. Ну, как минимум, многие из них увидят. Но я делаю еще так. Я делюсь этой информацией через share. И если у меня есть какая-то своя группа, share in a group, окей, то я могу поделиться, например, в этой группе. Я зарегистрирован во многих группах, которые касаются Make Money Online. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть в какой-то из этих групп. Вот эта группа. И вот наше объявление, видите? То есть, что они видят? Они видят простую надпись. Нужен трафик, бесплатный трафик, хотите получать варил там и так далее. Здесь иногда еще пишут, здесь можно писать ask me how, можно писать type info, можно писать send me private message или pm me, private message me, да. То есть, по-разному. Но, как только здесь кто-то прокомментирует, у вас будет здесь значок, чтобы прокомментировали вашу информацию, да. И вы, соответственно, сможете дать этим людям. Теперь информация. Теперь, что мы им даем, да. Мы должны подготовить информацию для этих людей, окей? Значит, что мы для себя создаем, что вот viral cache и так далее. Promote. Нажимаем на кнопку promote. Вот мой здесь никнейм, да. Я могу написать, что вот это я на фейсбуке. Это для себя просто. Что это я? Треки найди. Это информация, где я это буду постить, да. Но это не обязательно. И вот моя ссылка. Вот моя ссылка. Теперь так. Если я нажму на эту ссылку, опять же, сразу же, будет вот такой перевод. Но здесь у меня стоит антиблокировщик этой всякой рекламы. Мы перейдем, собственно, вот уже на это предложение. Automated viral apps, ciphones, from profit. Да, вот это все, в принципе, можно было тоже скопировать и сделать из этого ссылку. Элементарно. То есть, например, делается Ctrl F10. Нажимаю просто, копирую это вот так. И из любой части этой информации я могу сделать картинку. И дальше уже вставлять ее куда-то или там корректировать вот эту картинку первичную. Ну, вы меня поняли. Окей. Дальше, собственно, where do we send your login details? Да. У них идет уже система через сбор имейлов. То есть, видите, они не дают сразу информацию. Это правильный вариант. Они не дают сразу информацию, что вот как это все работает, вот оплатите и так далее. Потому что много людей сразу же откажется. Они сразу собирают людей. Это bridge page, так называемая. Это страница, через которую собираются имейлы. И потом этим людям уже отправляют всякую информацию. Значит, по идее, мы сюда не попадаем. То есть, мы этих людей не собираем к себе на вебер, потому что это не наш bridge mail. Соответственно, по-хорошему, что надо сделать? Надо сделать страницу захвата, на которую будет идти эта информация. То есть, как бы, еще раз говорю, если вам нужна быстрая прибыль, то вы отправляете, когда человек вот здесь прокомментирует, да, что да, мне нужна эта информация, мне интересно об этом узнать. Он вам напишет, да, please give me your info, please give me the link и так далее. Вы ему можете сразу же дать вот этот hoplink, так называемый, из кликбанка, где это профмания, это уже мой, да. Он просмотрит эту информацию, он запишет вот сюда свой имейл и его на протяжении нескольких недель будут обрабатывать насчет того, что вот как стать, собственно, как получить это приложение и сколько это стоит и почему стоит его покупать. С одной стороны, это плюс, да, но с другой стороны, это минус, потому что вы не получаете имейл этого человека. Поэтому лучше сделать bridge page. Что такое bridge page? Свою, свою, да, я покажу. То есть, вам нужно просто или иметь какую-то программу, которая это делает, или делать это через блог. Но этот bridge должен быть для чего? Для того, чтобы вы собирали туда имейлы, имейлы ваших вот этих пользователей. То есть, чтобы этот вот имейл, который сюда ведет человек, он шел сразу не на компанию, и вы забыли про этого человека. Вы же потратили свое время на то, чтобы написать этот пост и так далее. Если он не купит, это все даром. Если же он сразу же запишется к вам в ваши подписчики, то вы сможете ему еще десяток предложений на неделю отправить, правильно? Поэтому нужен вот такой вот bridge. Давайте так, я сейчас просто покажу, что это такое, как это работает, да. Но это я не буду сейчас это делать, потому что это займет много времени, да. Это у нас отдельный будет урок на эту тему, пожалуйста. Бриджей любое количество может быть. Например, ну, как это сделать на блоге? Покажу, попробую найти какой-то bridge на примере, bridge-страницу. Bridge – это мост, да, по-английски. Соответственно, мостик такой между предложением, которое вы рекламируете, и клиентом. Мостик, через который этот человек попадает к вам, да. То есть, в данном случае, все вот эти вот мои закладки, здесь это все сделаны через bridge-страницу. Через вот такой мостик. И она очень простенькая, видите. То есть, здесь будет картинка слева. Здесь введите ваши данные в эту форму. После чего человек, его имейл попадает ко мне в базу, в мой автоответчик. И первым письмом я ему отправлю ссылку на вот эту страницу. Вот и все. Есть и более простые методы. Есть специальные программы, которые делают это быстрее. Например, OLS, онлайн sales pro программа. Но они платные. Там минимум 30-40 долларов в месяц надо платить за то, чтобы эти bridge делались, все это делали быстрее для вас. Поэтому я рекомендую первое время или вообще без bridge работать. То есть, вы направляете просто информацию клиента сразу же. То есть, вот он здесь задал вопрос. Вы его сразу же отправляете на приложение. Вот это даете ему просто ссылку. Это первый вариант. Самый быстрый. Вам ничего не надо платить за Weber, ничего и так далее. Это первый вариант, как вы можете увидеть первые деньги. Но как только у вас пойдут первые деньги, этих клиентам надо собирать к себе в автоответчик. Потому что вам нужно не продать ему одно предложение, разрекламировать чужое, а собрать как можно больше этих подписчиков к себе в базу подписчиков для того, чтобы вы каждый день с кликбанка или с любой другой биржи могли рекламировать им новое и новое и новое предложение. Вот, собственно, вот такой вариант, как это все делается в самом-самом простом случае. То есть, первый шаг, это вы создаете свой Facebook, который будет именно для этих целей. Второе, вы набираете друзей, смотрите просто вот по группам, где стоят вот эти комменты. Инфо, 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 инфо. Или вот так, как я сегодня увидел с утра, что увидел мой хороший знакомый, Тим что-то там постил. Соответственно, я добавил пару человек из тех, кто заинтересовался его постами. Это все заинтересованные люди. Можете зайти на мою страницу. Вот эта тройка, вот этот ArtFlare, VainGrow, Shobillion. Это все люди, которые десятки тысяч долларов в месяц уже зарабатывают. У них уже куча друзей, которые реально тоже интересуются этим бизнесом. То есть, добавляете этих друзей. Дальше, выбираете на кликбанке предложение, которое хотите рекламировать. И создаете что-то вот такого типа. То есть, как мы только что с вами просмотрели. Простая картинка. Здесь ее будут лайкать, просматривать и так далее. Простая картинка. Информацию человеку, если понадобится, он напишет здесь. Да, прокомментирует. Да, окей, да мне информацию. И вы тогда переводите его на страницу уже со своей ссылкой. Или же на свой бридж. Достаточно просто. Заняло много времени на рассказ. Но если вы эту схему для себя внедрите один раз, она будет занимать у вас не больше 10-15 минут. Ну, до 20 минут в день. Это максимум. Простая картинка. Простая картинка. Продолжение следует...